Итак, состоялось второе заседание Колыванского районного суда по поиску фактов коррупции в моих деяниях. По факту я как депутат предоставлял декларации и в этих декларациях были составлены, ну не то что составлены, но и допущены ошибки. И вот сейчас на час дня состоялось второе заседание суда. Прокурор заявил о том, что требуется провести экспертизу документов, согласно которых мама передавала деньги на земельный участок и там родственник оказывал нам, дал деньги в заем. Это требуется провести экспертизу этих документов, там такая на полстраницы текста все это она сказала. Судья приняла решение, что нужно посовещаться ей. В совещательную комнату ушла и совещалась примерно полтора часа, ну видимо изучала документы. Через полтора часа она вышла и сказала, что согласно действующему законодательству, чтобы принять решение, нужна экспертиза или нет, нужно знать сколько она стоит. И соответственно нужно запросить, экспертиза государственная, соответственно нужно запросить расценки, сколько это будет происходить в деньгах. И только после этого примет она решение, нужно проводить экспертизу, либо нет. Ну вот такие интересные дела. Полтора часа просовещались. Я задал вопрос, а какое это имеет отношение к коррупции, имеет ли вообще вот детектирование или определение подлинности этих документов коррупции, вопрос остался без ответа. Ну я считаю, что никакого отношения не имеет. То есть прокуратура должна найти факты коррупции в моих деяниях, а их вот она не может никак найти. Ну вот пока так. Ждем 8 ноября. Это следующее заседание суда. Все.